Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на наших еженедельных воскресных евангельских беседах. И сегодня мы читаем Евангелие второй недели Великого Поста. Это Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и проставляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». В этом чтении повествуется о расслабленном. Расслабление — это болезнь, болезнь, которую можно назвать параличом. То есть человек был парализован, он не мог ходить, он не мог двигаться. И вот когда Господь находился в Капернауме, собралось много людей, и люди даже не могли подойти к тому дому, где находился Господь. И вот некто принесли своего друга, принесли человека расслабленного, но никак не могли подойти туда. И вот они решили сделать следующим образом. Они разобрали крышу дома и на носилках спустили расслабленного перед Господом. Мы видим это дерзновение людей. Мы видим, как дерзно они взяли и разобрали крышу дома, сделали смелый поступок и спустили перед Господом на носилках этого расслабленного. Важно сделать замечание о том, что значит разобрать крышу дома Дело в том, что на Востоке крыши делались не как у нас Не такими покатыми, а они были плоскими И зачастую даже, как пишут многие комментаторы Священного Писания Многие эти крыши были как бы временным То есть они могли, например, быть собраны на какую-то непогоду Или наоборот, на очень жаркое время И хозяева могли сидеть внизу, эта крыша закрывала их от чрезмерного летнего зноя и так далее И вот люди пришли и взяли, разобрали эту крышу и спустили перед Господом расслабленного И Господь говорит, что чадо, прощаются тебе грехи твои И мы знаем о том, что по учению православной церкви В корне всех болезней лежит грех человека Именно грех, его греховная природа человеческая Порождает разные болезни, разные скорби и разные печали И мы знаем, что в первую очередь нужно лечить душу человеческую А потом уже лечить и тело человека И вот Господь прощает грехи этому человеку Но те книжники, которые там были Они стали помышлять в сердцах своих Как он так богохульствует? Кто же может прощать грехи, кроме одного Бога? Эти книжники знали Ветхий Завет Они знали, что были святые, были пророки Были те, кто исцелял и врачевал тела людей Но они не знали того, что может быть так, чтобы человеку прощались его грехи Господь говорит, что он прощает грехи И для книжников это богохульство Это невозможная вещь Как же так? Как же он может прощать грехи человеку? И Господь отвечает, что Сын Человеческий Имеет власть на земле прощать грехи И вот таким вот образом получает исцеление расслабленный Для нас с вами, дорогие братья и сестры Это притча, это напоминание о том Что главной причиной нашей с вами земной скорби Являются наши с вами грехи И эта притча является с вами и напоминанием о том Что нужно дерзновенно приходить к Господу Вот этого расслабленного принесли друзья Они разобрали крышу дома И они опустили перед Господом на силках Это напоминание для нас о том Что мы тоже должны прикладывать усилия в деле нашего спасения И не только в деле нашего исцеления, нашего тела Но самое главное в деле спасения нашей бессмертной христианской души И мы тоже должны быть дерзновенны Должны проявлять усилия и должны стремиться к Господу Мы видим, что для верующего человека этих препятствий не бывает И вот так вот можно тоже оказаться перед Господом И поэтому, дорогие братья и сестры Сейчас, на второй неделе Великого Поста Очень важно помнить о том, что Господь хочет увидеть наши усилия Господь хочет увидеть наше желание к покаянию Желание прийти к Нему Ну а мы знаем такой великий принцип соработничества Что когда человек делает шаг Богу навстречу То Господь делает навстречу Ему все остальные шаги Осталось лишь сделать первый шаг Спаси Господи, дорогие братья и сестры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok